Христианство дает человеку непосредственный доступ к Богу, возможность ощутить его присутствие в молитве. Приглашаем вас испытать встречу с живым Богом, который любит человека, который слышит его и готов прийти на помощь. Здравствуйте! Мы начинаем программу «Помолитесь за меня». Для молитвы не нужны никакие специальные умения. С Богом можно просто беседовать. В разговоре с Ним, прославляя Его и прося помощи, мы проведем сегодня этот вечер. Операторы нашего контакт-центра уже готовы принять ваши молитвенные просьбы. Звоните к нам, пожалуйста, на номер в Украине 0850-157-80 для жителей России, номер 8800-118-44. Все звонки со стационарных телефонов на эти номера бесплатно. Мы ждем ваших сообщений. Работают также номера удобных для вас мобильных операторов. Номер лайф 093-50-157-80, МТС 066-707-005 и Киевстар 098-707-005. Звоните, мы готовы принять ваши звонки. Электронный адрес нашей программы молитва-собачка-хоп.ua. Пожалуйста, мы также ожидаем ваших сообщений на этот адрес. А если вам удобно общаться с нами через скайп, пожалуйста, запомните адрес молитва за меня. Для нас важно, чтобы вы оставили для нас молитвенное сообщение или благодарность Господу. Мы ждем видеозвонков, а также мы ждем звонков в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, звоните к нам прямо сейчас по скайпу. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники открыты специальные группы нашей программы «Помолитесь за меня». Там вы также можете оставить свое сообщение и следить за анонсами и всей информацией о программе. Желаем также напомнить, что наш контакт-центр работает не только во время программы, но постоянно. Поэтому в любое для вас удобное время, когда случится беда или горе, пожалуйста, знайте, что наши операторы готовы принять вашу молитвенную просьбу и помолиться за вас в тяжелую минуту. Пожалуйста, звоните к нам всегда. Сегодня наша история о том, как Бог говорит к человеку именно тогда, когда он особенно в нем нуждается. Не пропустите! Ну что, Владимир, время новостей, время последних событий. Да, и причем события нас не радуют. Мы видим, что на Востоке у нас осложняется ситуация. И мы видим, что многие райцентры, или, так скажем, некоторые райцентры Донецкой области захвачены сепаратистами. И есть уже столкновения, есть уже даже погибшие. Этой ночью погибло 3 человека, 13, по-моему, ранено, 63 человека было задержано. Но мы видим, что сегодня, буквально сейчас, в 6 часов вечера, в 6 часов вечера начинаются митинги на поддержку единства Украины. Это и в Донецке, и в Краматорске, и днем был в Луганске, по-моему, митинг. Поэтому, наверное, стоит молиться о том, чтобы люди могли услышать друг друга, могли прийти к общему пониманию, что у нас одна страна, делить нам нечего. Мы должны вместе построить общий дом. И если в доме сейчас течет крыша, это не означает, что нужно дом разрушать. Нужно просто все вместе залезть на крышу и ее ремонтировать. То есть нужно все вместе объединиться и построить страну, в которой было бы комфортно всем людям. Говорят даже, что есть возможность теряктов во время вот этих митингов. Ну, говорят о том, что есть угроза, так скажем. Много разговоров, да. Потому что в городе сейчас много оружия. И мы так понимаем, что есть люди, которые неадекватны, если они взяли оружие. Мы не знаем, кто имеет оружие, с каким он психологическим состоянием, в каком эмоциональном. Поэтому одно дело, когда человек просто на митинге кричит оппоненту. А другое дело, когда оппонент с такими нервами держит в руках автомат. Как это может отразиться? Поэтому большая просьба, чтобы мы молились, чтобы Господь поддержал и укрепил. Владимир, будем молиться, но прежде примем звонок. У нас есть звонок из Харькова. Алло, добрый вечер. Мы готовы вас услышать. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я из Харькова. Очень приятно, Елена. Какова ваша просьба? Будьте любезны, у нас в церкви случилась очень большая беда. У нас у молодого человека, вчера оторвало ему правую руку на производстве. Сегодня его жена родила второго ребенка. Как бы вот радость и такое большое горе. Семья, родители, ну вы сами понимаете, в каком состоянии. Очень нужна, веря в силу молитвы, очень нужна ваша молитвенная поддержка. Пожалуйста, помолитесь, чтобы он мог и психологически как бы, ну, он тяжело, ему не только больно, но и психологически тяжело. А как его зовут, этого молодого человека? Владимир Гладков. Его звать Владимир Гладков. Спасибо вам большое за этот звонок, за то, что вы переживаете. Поддержите его своими молитвами также, своим хорошим настроением, добрым отношением. Я думаю, что он и его семья сегодня особенно нуждаются в поддержке, в молитвенной поддержке. Мы обязательно будем молиться. Еще раз благодарим вас за звонок. Вот такие переживания есть у наших зрителей. Мне эту просьбу, кстати, сегодня днем передали. Да? Да. Я хотел сегодня молиться об этом человеке, но, слава Богу, что дозвонились друзья из Харькова, этого пострадавшего, поэтому будем молиться также. А знаешь, сегодня есть еще одно событие. Вот в Украине отмечают День пожарника. Хорошая профессия. Очень опасная профессия. Я думаю, что родные, когда отпускают своих отцов на работу, они всегда о них переживают. Поэтому давай будем молиться, чтобы, во-первых, у нас не было пожаров, чтобы никто не страдал. Ну и если такое происходит, чтобы всегда эти люди могли справиться вот с этой стихией, огнем, и всегда могли быть живыми и здоровыми, вернуться домой в целости и сохранности. Раньше все дети мечтали быть пожарниками, космонавтами. Да, это точно. Поэтому мы видим, что профессия пожарника вызывает такое уважение, потому что это мужественные люди, которые каждый день рискуют своей жизнью. Будем молиться, чтобы у них было как можно меньше пожара и как можно больше радости в жизни. Конечно, обязательно. Дорогие друзья, мы приглашаем вас, чтобы вы могли вместе с нами объединиться за нашу страну. Давайте мы не будем опускать руки, невзирая на то, что мы видим, что ситуация сложная. Мы будем верить в том, что Бог все равно руководит. Руководит всеми событиями, и Он выведет все на добрый свой путь. Будем вызывать вместе к нашему Господу и верим, что Бог услышит и поможет нам. Святой наш добрый Господь, обращаемся к Тебе и просим о нашей стране. Мы просим Господь о том, что Ты дал мудрости принять изменения, которые происходят в нашей стране, принятие руководителям и жителям нашей страны. Помоги Господь, чтобы мы могли все вместе построить общий дом, в котором было бы радостно жить всем людям из разных регионов. Мы просим Господь за митинги, которые сейчас проходят в поддержку единства страны, и мы просим, Боже, чтобы Ты сохранил, чтобы не было тех отчаянных голов, которые могли бы поднять автомат против людей. Мы просим Господи, чтобы он прошел мирно и спокойно. Дай мудрости, Господь, людям сложить оружие, потому что оружием невозможно ничего доказать. Помоги Господь, чтобы люди услышали друг друга и доводы друг друга, и нашли те общие знаменатели, которые могли бы помочь объединиться в нашей стране. Просим Господь о Владимире, который испытал в своей жизни такое потрясение, такую беду, потерял руку. Мы просим Господь, чтобы Ты и физически, и духовно поддержал его. Ты видишь, очень сложно. Мы благодарим Господь, что супруга родила ребеночка, и мы просим, чтобы Ты благословил его развитие. Мы просим, помоги им вместе перенести эти трудные моменты их жизни. Поддержи их, Господи. Просим это все во имя Иисуса Христа. Просим, Господь, о пожарных, о этой мужественных людях, которые каждый день выезжают, чтобы спасать жизни других людей и имущества. Мы просим, Господи, благослови, благослови и поддержи их. Благослови, Господь, и защити их. Мы это просим во имя Спасителя. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, мы получаем множество молитвенных просьб, но нам бы очень хотелось, чтобы, получив ответ на молитву, вы также рассказали нам об этом. Давайте будем радоваться вместе, что Господь слышит нас и благословляет. Сообщите о том чуде, которое произошло в вашей жизни. Ну, ты знаешь, Владимир, хочу зачитать сегодня несколько сообщений, которые мы получили по электронной почте. Меня зовут Татьяна. Прошу вас, помолитесь о моем духовном состоянии. Мне очень тяжело жить в этом несправедливом мире, переполненном злом и коростью. У меня с мамой нет понимания в отношениях. Помогите вашими молитвами. Вот такая жизненная ситуация. И еще одно сообщение мы получили из Финляндии от Надежды. Пожалуйста, помолитесь о зяте Миши, мужа Григория, детей Татьяне и Лене, чтобы они обратились к Господу. Спасибо. Вот такие сообщения именно по электронной почте мы получили. Ты знаешь, я вот вспоминаю, мы в прошлой программе много молились о людях, которые находятся в депрессивном состоянии, вот в состоянии отсутствия надежды. Да. И я думаю, что таких людей на самом деле очень много. Особенно сейчас, когда мы видим какие-то волнения на территории нашей страны. Давай будем молиться, продолжать молиться у тех, кто ощущает вот это внутреннее беспокойство и внутренний страх перед завтрашним днем. Особенно, когда есть люди, у которых нет друзей, возможно, нет каких-то добрых отношений даже с родными и близкими. Здесь видишь, чем сложно, что с одной стороны, когда в обществе не все хорошо, и у многих людей, наверное, нет надежды. И ты желаешь прийти домой и дома найти какую-то поддержку, найти совершенно другую атмосферу. Доброе слово, да? Да, не зря же Бог создал семью, чтобы она стала таким небольшим островком Эдемского сада, чтобы люди могли здесь находить ту гармонию и в семье снимать стрессы, потому что стресс нас везде окружает. Но когда семья поражена определенным недопониманием, то, конечно, куда человеку деваться? Человеку очень сложно. Ему деваться нужно Господу, потому что Он является тем азисом и той защитой, которую может дать нам человек. Поэтому мы сегодня будем советовать нашим зрителям обращаться к Богу, ну и будем просить благословения для каждого из них, для тех, кто пишет и звонит нам. Они действительно нуждаются в Боге. Мы обязательно будем молиться сейчас, наверное, если к нам дозвонилась наша зрительница Роза из России. Мы уже даже узнали, что она звонит к нам из Тамбова. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Очень приятно Вас видеть! С удовольствием смотрим Вашу программу! Нам также приятно слышать Вас, что Вы к нам дозвонились. Роза, мы слушаем Вас, у Вас молитвенная просьба? Да, да, да. Я верующая. Хожу в церковь адвентистов седьмого дня. И мой сын сейчас, к сожалению, сидит. И я прошу помолиться за него, чтобы Господь помиловал его и освободил побыстрее. Чтобы Господь совершил чудо по его освобождению. Спасибо Вам большое! Роза, а как зовут Вашего сына? Андрей. Андрей. Спасибо Вам большое, что Вы к нам дозвонились. Мы верим, что Господь вошлет к нему нужного человека для того, чтобы передать ему весть Евангелия. Мы будем молиться о нем, и Вы молитесь с нами. Спасибо, что Вы к нам дозвонились. Ну что ж, мы вновь хотим обратиться к нашему Богу в молитве и приглашаем каждого, кто сейчас смотрит нас у своих экранов. Молитесь, пожалуйста, вместе с нами. Дорогой наш великий небесный Отец, мы славим Тебя за то, что Ты сильный Бог, готов услышать нас, готов услышать наши простые слова. Господи, но мы говорим сейчас от чистого сердца. Просим, услышь нашу молитву. Благослови, Господи, те просьбы, которые были зачитаны. Ты знаешь каждое имя. Ты знаешь каждого человека, в какой ситуации он находится. Кто-то сегодня далек от Тебя, Господь, и далек настолько, что не хочет даже знать о Тебе ничего. Но мы просим, чтобы Ты коснулся сердец, как Ты касался очень многих. Помоги каждому человеку узнать, что Ты есть добрый, живой, любящий Господь, и что Ты творишь добро в жизни каждого человека. Благослови, Господи, наших зрителей, которые сегодня не видят выхода из жизненных ситуаций. Господь, они думают, что в их жизни наступил очередной тупик. Но мы верим, что с Тобою есть выход, и Ты — решение всех вопросов. Благослови, Господи, чтобы они могли обратиться к Тебе, и услышь их молитвы, и нас услышь в этот час. Благослови, Господь, также Розу, нашу зрительницу, и Ты видишь ее сына Андрея, который сегодня находится в тюрьме, и мы просим, чтобы Ты благословил его. Наверняка ему, Господь, совсем нелегко там, но мы просим, чтобы Ты также показал ему другой жизненный путь, путь с Тобою. Не оставь его, Господь, помоги, чтобы он всем сердцем мог полюбить Тебя и быть человеком счастливым. Покажи ему, Господи, покажи ему себя. Мы просим, чтобы Ты благословил каждого, кто сейчас нуждается в Тебе, и нашу страну в целом благослови. Весь наш народ. Мы просим это во имя Твое. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, есть еще время дозвониться к нам и вместе помолиться. Мы понимаем, что то, что происходит в нашей стране, заставляет все больше и больше людей обратить свое внимание на новости и смотреть, что происходит в нашей стране. Но чем больше мы смотрим те события, которые нас окружают, тем больше человек впадает в уныние, в депрессию, чувствует удрученность своего состояния. Если Вы знаете о таком человеке, позвоните ему сейчас. Скажите, чтобы он переключил свой канал на канал надежды. И чтобы сейчас он мог оторваться этот час, не слушать то, что происходит, но обратиться к живому Богу. И мы вместе будем молиться. И скажите ему, что именно молитва к Господу может изменить его сердце и душевное состояние. Ведь это так? Это так, действительно, Владимир, это только так. Дорогие друзья, спасибо, что Вы все-таки смотрите нас, и мы вместе с Вами молимся к живому Господу. А также большое благодарность, что Вы отсылаете свои молитвенные просьбы. Для нас это важно, что Вы доверяете нам, доверяете нам с Инессой, и доверяете свои самые сокровенные переживания и тревоги. Спасибо Вам большое. И вот такие переживания, которые с нами поделились. Мария из города Черновцы просит молиться о муже своей сестре. У него зависимость. Надежда из Черкасской области просит молиться о маленьком внуке Владиславе. У него проблемы с развитием речи. Данна из Литвы просит молиться о своем здоровье. Нина из Крыма просит молиться о маме и о своих детях. Я зачитаю еще несколько сообщений, которые пришли к нам по скайпу. Наталья из города Харьков просит молиться о маме. У нее аритмия. И Владимир просит молиться о Марине. Она ищет работу в Веннице. Вот такие сообщения. Будем молиться? Обязательно. Святой Великий наш Господь, Тебе вручаем нашу жизнь и Тебе себя посвящаем. Мы понимаем, Господь, что многое в Твоих руках. И Ты управляешь этим миром. Поэтому, Господи, дай нам доверие, что Ты сохранишь нашу страну. Помоги людям в своих тревогах и переживаниях обращать свой зор к Тебе. Только Ты можешь успокоить наш тревожный дух. Только Ты можешь привести его к миру. Небесный Господь, просим о том, чтобы Ты сохранил нашу страну. И верим, что Ты это сделаешь. Просим, Господь, чтобы Ты благословил. Благословил Господь мужа Марии, мужа сестры Марии. Мы просим, Господь, чтобы Ты освободил его от алкогольной зависимости, чтобы он обрел свободу. Мы просим, Господь, о Владиславе, чтобы он вылечился и что он мог хорошо говорить. Дорогой наш Господь, мы просим о Дане, чтобы Ты исцелил ее. И просим, Господь, о маме Нине и о ее детях, чтобы, Господь, они познали Тебя и чтобы Ты приблизился к ним. Господи, множество просит, которые мы не смогли озвучить, но Ты знаешь каждое прошение, каждое моление. И мы просим, Господь, услышь и благослови. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. О молитве над пасхальными атрибутами мы с Вами поговорим уже через несколько минут. Оставайтесь с нами. Валентина просит молиться об исцелении Андрея. Целый месяц держится температура. Василий нуждается в молитвенной поддержке о здоровье Виктора. Просьба молиться о Татьяне, чтобы Господь помог ей вернуть кредит после аварии. Анна просит молиться о здоровье своей семьи, а также о своем зяте, чтобы Господь сохранил его. Вера просит молиться о своем здоровье. Просьба молиться о семье Станислава. Пусть Бог благословит и сохранит их от зла. Людмила просит молиться о своем здоровье. Болят суставы. Владимир, ты знаешь, через несколько дней христианский мир отмечает очень большой праздник. Праздник Пасхи. И сегодня мы получили вопрос, который немножко касается этого дня. «Через несколько дней Пасха, и мы с семьей пойдем в церковь, чтобы благословить и осветить корзину со всеми пасхальными атрибутами. Вы тоже это делаете? Молитесь над Пасхой и крашенными яйцами?» Интересный вопрос. Вопрос, наверное, лично к нам и, может быть, с небольшим объяснением. Ну, молимся ли мы над Пасхой? Наверное, для начала нужно для себя определить, что такое Пасха. Когда мы читаем Библию, то мы видим, что Пасха никаким образом не связана с хлебом или с добными изделиями. Потому что изначально Пасха в Библии – это было животное, был ягненок. Пасхальный агнец так еще называли. И это случилось в то время, когда израильский народ был в египетском плену. Около 400 лет. И Бог совершает невероятное чудо. По молитве народа. Опять же, мы здесь видим важный момент молитв. По молитве народа, который был в тяжелейшем состоянии и написано в Библии – «взывали Господу». Господь услышал их молитву и послал им пророка Моисея, который должен был вывести их из рабства. Причем то, что Моисей до этого был принцем Египта и получил очень хорошее военное образование. Но Бог таким образом допустил, чтобы Моисей не надеялся на свои способности как воина. Он допустил, что он 40 лет находился вне Египта, забыл все свои навыки и оказался простым пастухом. Таким образом, Бог хотел научить Моисея полностью доверять Богу. Иногда бывают такие моменты, когда мы должны просто довериться в руки Господа. И вот без оружия, без армии он должен был пойти к фараону и освободить народ. Фараон, естественно, не желал этого освобождения, противился. Но такая бесплатная рабочая сила. И вот Бог совершает язвы. Десять язвы изливаются на египетский народ. Каждая язва становится все тяжелее, все страшнее. И смысл этих язв был в том, чтобы заставить фараона и египтян покаяться и отпустить. Но чем больше изливалась язва, тем сердце фараона становилось жестче. Или Библия говорит, ожесточилось сердце. И вот пришла последняя язва, которой Бог предупредил, что эта язва будет самая тяжелая. Она принесет смерть. И фараон мог этой язвы избежать, если бы покаялся, но он этого и не захотел. И поэтому, чтобы ангел-губитель не погубил, Господь дал поведение. А должны были быть умертвлены первенцы, да? Да, последняя язва здесь в том, что погибнет первенец в каждом доме. Первенец — это первый сын. Любой первенец. Первенец от животных. То есть все, что первое родилось, погибнет. В том числе и первенец фарона может погибнуть. Поэтому, чтобы не погиб первенцы, евреи должны были заколать агнца и огненка и должны были его кровью помазать косяки своих дверей. Это и есть вот эта Пасха? Пасха означает Песах-переход. Ангел-губитель, когда он проходил, должен был увидеть знак. Здесь, в этом доме живут люди, которые верят в меня, верят в мое слово и не противники моего слова. И поэтому ангел-губитель проходил мимо. И поэтому эта кровь была как бы защитой. Кто же не помазал косяки, не поверил Божьему слову, Божьему предупреждению и Божьему знаку, как избежать этой гибели, гибель или беда пришла в этот дом. И таким образом вот израильтяне с этого момента должны были праздновать Пасху. Каждый год весной 14-го месяца Авива должны были праздновать как освобождение. Я думаю, что мы вернемся к вот этому вопросу еще через несколько минут. У нас есть звонок, хотелось бы его принять. Алло, добрый вечер. Мы хотим услышать вас. Добрый вечер. Здравствуйте, Игорь. Меня зовут Игорь. Я бы хотел высказать молитвенную просьбу. Очень есть большая нужда. Пожалуйста. Чтобы помолиться именно за меня, поскольку моя супруга беременна, и мы ребенка ожидаем давно. И мне уже около 40. Но именно помолиться о том, чтобы Господь меня укрепил. Я человек очень восприимчивый вообще ко всему в жизни. И боюсь, у меня происходят часто такие психические проблемы, может, на уровне психологии. И я переживаю, чтобы Господь укрепил, помог все-таки дождаться ребенка нашего первого. И, ну, чтобы Господь укрепил. Игорь, а как зовут супругу вашу? Можете еще сказать нам ее имя? Можно, я не буду говорить имя. Можно, конечно. Это ваше право. Но мы благодарны, что вы позвонили нам. И мы обязательно будем молиться о вас и о вашей супруге, чтобы Господь укрепил вас. И помог действительно пережить вот это чудо рождения, рождение малыша. Спасибо вам за звонок. Вот такое сообщение есть у нас. Мы будем обязательно сегодня молиться об Игоре. Когда у нас часто бывают звонки, связанные с родами, то, как правило, молятся о роженице. Вот у нас один, наверное, из немногих звонков, когда мужчина просит помолиться о себе. Потому что переживает действительно. На самом деле это серьезные переживания, поэтому мы будем молиться. Да, я его понимаю. Потому что когда тоже ожидали рождения ребенка, то ожидали, как это все произойдет. И это все было тревожно. Поэтому, Игорь, спасибо, что вы нам дозвонились. Мы обязательно будем о вас молиться. Ты знаешь, Владимир, ну все-таки, а как же быть вот тогда с пасхальным куличом из крашеной мияжи? Вот как раз парадокс. Люди же молятся, действительно благословляют их. Благословение – это как особая молитва. Мы когда читаем Библию, мы нигде не видим, что израильтяне молились именно за ягненка. В этом плане. Что когда праздновалась Пасха, то Пасха давалась как напоминание о прошлом событии. Молились не за атрибуты. На столе должны были обязательно лежать пресный хлеб. Должен быть ягненок, который должен был целиком быть запечен. То есть мы говорим о том, что пресный хлеб, да? Сейчас люди пекут сдобный хлеб, красивый и действительно вкусный. Но ведь об этом нет в Библии, да, написано? Да, в Библии об этом не сказано. Ну, опять же говорю, если мы берем Пасха, которая в Библии была, то хлеб был пресный. И должны быть горькие травы. И должен был быть ягненок. Ягненок напоминал о том, что когда-то была принесена жертва, вот, и кто-то вместо них умер, а они стали живы. И горькие травы говорили о тех страданиях, которые они испытали. И пресный хлеб говорил о том, что они очень поспешно выходили из Египта, и тесто не успело взойти. То есть все это было определенное значение имело и указывало на прошлые события. Но мы нигде не видим в Библии, чтобы люди особо придавали значение этим атрибутам, чтобы именно над ними молиться и их как-то особенным образом посвящать. Когда мы уже смотрим на Новый Завет, то мы видим, что Христос каким-то образом, каким-то определенным образом трансформирует Пасху, изменяет ее. Во-первых, евангелист, пророк Иоанн Креститель говорит, вот Агнец Божий указывает на Иисуса Христа. И он показывает нам определенный параллель. Тот Агнец, да? Вот Агнец он показывает на Иисуса. Иисус Агнец. Вы приносите в жертву постоянное ягненка, а теперь вот настоящая жертва. Вас в Египте Господь спас от рабства египетского, но Бог спасет вас от другого рабства. Мы читаем Евангелие от Матфея 1, 21. «Придет к своим, чтобы спасти от грехов их». Господь указал цель этого Агнеца – спасти людей от другого рабства, от рабства греха. И уже мы не мажем косяки дверей, кровью ягненка, но мы верим, что кровь Иисуса, пролитая на Голгофском кресте, она освобождает нас. И вот апостол Павел говорит, Пасха наша Христос. Это мы видим, что уже в Новом Завете нет такого момента, где бы особое значение придавалось бы уже ягненку, горьким травам. Но Христос устанавливает новую Пасху. Он дает хлеб пресный, ломает и говорит, «Это тело мое, ломимое за вас, творите сие в мое воспоминание». Он дает чашу с вином и говорит, «Это кровь Нового Завета, тоже сие творите в мое воспоминание». Христос, мы видим, что еврейскую Пасху трансформирует в христианскую. И она уже у нас перерастает или переходит в так называемую вечерю Господню или причастие. Вот она, он говорит, вот Пасха наша. То есть каждый раз, когда мы идем на причастие, мы вспоминаем страдания Христа, мы вспоминаем то, что у нас было. Традиция потом позже в наше придет… И в какой-то мере наше освобождение, да, от того состояния, в котором мы находились, от того грехованного состояния. И мы должны об этом всегда помнить. Как Пасха Ветхозаветная должна была помнить израильтянам, что они были рабами, и их Господь освободил чудом, так и мы в наше время должны помнить о том, что мы были рабами греха, но Бог сделал чудо. Христос умер за нас и освободил нас. Традиция, которая пришла к нам, она пришла уже из вне библейских времен. Традиция куличей, традиция пысанок, она красивая традиция, действительно красивые пысанки, действительно очень все. Но она не несет на себе библейской нагрузки. Мы нигде не видим, чтобы Христос или апостолы, они уделяли этому большому вниманию. Хлебу для причастия – да, вину для причастия – да. Пресному хлебу опять же, да? Да, да, да. Но вот этим уже другим атрибутам нет. А тем более, чтобы молиться. Мы нигде не видим в Библии, чтобы во время молитвы мы уделяли особое значение каким-то предметам. Что вот после молитвы какой-то предмет становился вот у нас. Святым. Да, особенно святым. Библия говорит нам о том, что святым только Бог может что-то сделать. Поэтому тот, кто так делает, делает по традиции общества, культуры. Но, возможно, не совсем как это написано в Библии. И, наверное, человеку стоит еще раз перечитать Библию и для себя определить, что Библия – авторитет или нет. Если вот как написано в Библии, так мы и делаем, так поступаем, потому что так сказал Господь. Спасибо большое. Друзья, давайте будем следовать традициям библейским. Бог раскрыл нам все, что нам необходимо знать на страницах Святой Книги. Поэтому давайте читать, углубляться в написанное и помнить, что наша Пасха – это действительно Христос, который умер за нас. И который сегодня дарует нам возможность жить. Причем жить не просто этой жизнью, а жить жизнью вечной. Ну а мы продолжаем молиться о каждом, кто пишет нам и кто звонит нам. И у нас есть уже просьба Игоря молиться о нем. Я зачитаю несколько сообщений. Возможно, у тебя есть, Владимир, сообщение. Оксана из Ивано-Франковской области просит молиться о здоровье мамы и дочери, а также о муже, алкогольная зависимость. Мария Черновицкая область просит молиться о семье своего внука, распадается семья. Алла Одесская область просит молиться о дочери Татьяне, завтра сдает экзамены. Есть у тебя сообщение? Да, есть у меня сообщение. Это София из Одесской области просит молиться о дочери Елене, у нее больные почки. Наталья из Львовской области просит молиться о муже Романе и о себе, своей сестре Оксане, у них слабое здоровье. Елена из Черниговской области просит молиться о себе, у нее депрессия. И Ольга из Крыма просит молиться о Светлане после операции и также о ее маме, у нее слабое здоровье. Ну что же, будем молиться, чтобы Господь благословил. Великий и Святой наш Господь, спасибо Тебе за то, что Ты у нас есть, что Ты наша Пасха, что Ты понес на Себе наши грехи и Своей кровью закрыл нас от гибели, вечной гибели. Спасибо Тебе, Господи, что мы Божии и принадлежим Тебе. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас искупил и даешь возможность нам иметь жизнь вечную во Христе Иисусе. Спасибо, что Ты, Иисус, есть наша Пасха. Благодарим Тебя, Господи, за тот великий подвиг, который мы вспоминаем, за то, что Ты пошел на смерть и на третий день воскрес. И мы говорим Тебе, слава Богу, аллилуйя, за этот великий подвиг и за эту великую надежду в воскресении жизни вечной. Господь, мы просим, чтобы Ты ободрил Игоря. Он ожидает первенца. И мы просим, чтобы Ты дал ему душевных сил, эмоциональных сил, моральных сил, мужество ему дал, чтобы он мог благополучно пережить это и ощутить радость от отцовства. Благослови его и его супругу, чтобы она также удачно родила и чтобы они были все вместе с малышом. Благослови, Господь, эти роды. Небесный Отец, мы просим, Господь, за Софию. Просим, Господь, о ее дочери Елене, у которой больные почки. Просим, Господь, что Ты особым образом исцелил ее. Господь, мы просим, Господь, о мужа Натальи, о Романе и об Оксане, чтобы, Господь, Ты также исцелил их. Ты видишь, Господь, их слабое здоровье. Мы просим, Господь, о Елене, которая в депрессии. Просим, Господь, помоги ей обрести силу в Тебе. Боже Небесный, благослови каждого, кто взывает сейчас в Тебе. Мы это просим во имя Иисуса. Аминь. Друзья, уже через минуту мы встретимся с гостем, мы услышим его историю, а также продолжаем ждать от вас звонки, чтобы молиться о каждом из вас. Не переключайтесь. Галина просит молиться о своих сыновьях, чтобы Господь освободил их от алкогольной зависимости. Татьяна просит молиться о муже, цирроз печени последней стадии. Он нуждается в истинном покаянии и примирении с Богом. Вадим нуждается в молитвенной поддержке об исцелении Юлии. Пусть Господь благословит ее и укрепит. Просьба молиться о здоровье Николая, который сейчас в больнице в тяжелом состоянии. И пусть Господь освободит его от алкогольной зависимости. Мария просит молиться о Елене и Андрее, чтобы Бог коснулся их сердец. Друзья, мы хотим представить вам нашего гостя в студии сегодня Константин Изотов. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно, что вы сегодня в этой студии. Мы сегодня начинали с того, говорили о том, что разговор с Богом — это вот простая беседа. Вы в своей жизни испытали радость вот такого общения с Богом? Да, я думаю, что я не просто испытал радость, можно сказать, именно на этом строятся все мои отношения с Богом. И только благодаря этому я смог немножко для себя узнать Бога и продолжаю его узнавать каждый день. А когда вот произошло какое-то самое близкое, может быть, общение с Ним? Когда вы точно можете определить, что это был разговор с Богом, Бога, который вас слышал и Бога, который вам отвечал? У меня в жизни было много таких моментов, когда я мог сказать, что действительно Бог меня слышит. Но я хочу поделиться несколькими такими моментами, которые очень сильно повлияли на мою жизнь, на мои отношения с Богом. Я хочу сказать, что я считал себя всегда достаточно устойчивым, таким выносливым духовно и морально человеком. То есть многие люди приходят к Богу, когда у них что-то не получается, когда какой-то кризис или какая-то тяжёлая ситуация. Я, можно сказать, пришёл к Богу, когда у меня всё было хорошо. По потребности, получается, да? Да. Не из-за нужды какой-то, а потому что была потребность в Господе. Нет, дело в том, что я был всегда таким социально активным человеком, мне нравилось кому-то помогать. У меня был достаточно хороший круг друзей и знакомых хороших. И при этом я старался не просто так для себя что-то получать, но действительно делиться чем-то, помогать с людьми. Ну и, конечно, мне тоже помогали всегда, приходили на помощь друзья. Но я заметил, что примерно раз в полгода наступали такие моменты, когда, знаете, такое ощущение, как будто ты придавленный в ситуации, у тебя что-то уже не получается. Ты вроде бы помогаешь, но не получается того результата. Тебе вроде бы люди помогают, но тебя это уже не так утешает, как раньше. То есть как бы накапливалась такая, ну, можно назвать, эмоциональная и какая-то внутренняя такая человеческая усталость. Не физическая, а скорее внутренняя. И обычно в таких ситуациях у меня это заканчивалось тем, что, ну, как говорится, поплакаться в подушку. Только не буквально в подушку, а где-то на природе или по дороге домой. Вот, я останавливался и вот, можно сказать, как бы говорил в небо или говорил так вот, можно сказать, от души, от сердца, ну, изливал всё, что накопилось. Это буквально в смысле было со слезами, но в то же время каждый раз после такого вот, можно сказать, излития души у меня всегда наступала такая особая радость, особое такое утешение и ощущение того, что жизнь продолжается. То есть это проходило у вас раз в полгода, вот такое, близость с Богом. Примерно, да, примерно вот такой вот раз в полгода. Но у вас удовлетворяло именно такое отношение, что вы раз в полгода с Богом близки, а потом как-то уже больше… Знаете, я снова чувствовал себя полным сил, снова чувствовал себя таким способным, как бы успевал много сделать. Но, тем не менее, вот действительно, однажды после такой ситуации, вот мне буквально пришла в голову такая мысль, вот, Костя, а зачем тебе терпеть полгода? То есть оно буквально как бы прозвучало в моём сознании. И в этот момент я понял, что действительно Бог желает со мной каждый день общаться. Он не желает, чтобы я вот тянул, терпел до последнего. Знаете, как вот, ну, считалось раньше в обществе, что человек должен быть сильным, да, держаться до последнего. Вот. И когда я это понял, я для себя совершил вот это такое внутреннее открытие. И с тех пор я старался разговаривать с Богом не тогда, когда уже совсем тяжело, а каждый день рассказывать Богу всё, что мне радует, всё, что меня… То есть лучше не оттягивать вот это состояние надломленности, а как только почувствовал какой-то вот звоночек, да? Даже когда ещё нет звоночка, то есть просто делиться с Богом тем, что тебя радует, тем, что у тебя получается, что у тебя не получается, своими планами. И вот буквально каждый день я старался после этого вот просто говорить по душам с Богом. И это мне очень помогло, вот. Но спустя ещё пару лет у меня был ещё один особый такой случай, когда я просто… Вот у меня было такое состояние внутреннего переживания, которое я не мог никак описать. Я привык говорить Богу, но я не мог его никак назвать. И вот на душе было такое состояние, что дальше, да? То есть я не знал, как это назвать. Я даже не мог это выразить словами. И именно в этот момент я просто сказал Богу, я сказал, я не знаю, что со мной происходит, я не знаю, что у меня внутри. Есть какое-то беспокойство, я не могу его никак назвать. Вот. Но Бог остался верен себе, и Он в этот момент пришёл мне на помощь. Он просто дал мне такую мысль, вот она чётко прозвучала в моей голове. И прям такое обращение по имени. Костя, ты боишься. То есть получается, что вы с Богом разговариваете, да? От искреннего такого сердца. Говорите с Ним, как с другом. И Бог вам помогает тем, что вы чувствуете, как Бог вам даёт какие-то определённые мысли, да? В тот момент это было очень ярко. Но мне нужно было достаточно признать, что это так. Я почувствовал, что это действительно так. То есть я просто согласился. Но после этого я опять не знал, что делать. И опять Бог пришёл на помощь, и Он послал следующую мысль. Он показал мне, чего я боюсь, потому что сам я не понимал. И следующая мысль, она прозвучала так. Ты боишься, что будет не по-твоему. То есть ты не доверяешь мне? Можно сказать и так, да. То есть мы не говорим о какой-то конкретной ситуации, мы говорим в целом. Это вот в целом. То есть может быть это целый такой комплекс каких-то факторов. Но именно в этот момент я почувствовал, что опять это так. И я опять не знал, что сказать Богу, кроме того, что, Господи, Ты прав. Это так и есть. И опять Бог пришёл на помощь, потому что я не знал, что просить у Него дальше. И когда Он мне просто задал вопрос такой, у меня в голове прозвучал вопрос, который сам бы я не смог себе придумать. Вопрос звучал так. Я тебя когда-нибудь подводил, и в этот момент я увидел свою жизнь, как Бог меня вёл до этого момента, как Он мне помогал решить многие трудные вопросы. То есть Вы вспоминаете многие моменты своей жизни? Я не просто их вспомнил, они как бы связались как что-то одно целое, как один путь такой жизненный. Где Бог ведёт Вас за руку, да? Да, и я увидел, что Бог приготовил для меня такое же будущее, в котором Он точно так же уверенно будет вести меня дальше. И при этом я понял, что я могу ошибаться. Сам я ошибался много раз, но несмотря на мои ошибки, Бог продолжает меня вести, Он не ставит мне это увупрёк, Он даёт возможность помогать дальше. Но Бог, он же был какой-то знак определённый. Да, в этот момент для меня это был очень большой знак, ощущения, которые помогли мне. Вот действительно, знаете, самое лучшее свидетельство — это когда ты внутренне понимаешь, что это так. А что это был за знак? Ну, в данном случае это было вот именно то, что я Вам сказал. Но после этого произошло ещё один событие такое, после которого я начал с Богом разговаривать более так открыто и ясно. Я стал Богу задавать вопросы и просить иногда о таких мелочах, которые для меня очень важны, чтобы лучше его познать. И когда однажды, идя по улице поздно вечером, возвращаясь домой, я попросил Бога просто так вот в небо глядя, я сказал, Господи, покажи мне Твою красоту. Я не знал, каким образом ответит мне Бог. Но буквально через две минуты я уже забыл об этом вопросе, у меня было хорошее настроение, но ко мне подошла, даже, можно сказать, подбежала девушка заплаканная, с такими переживаниями, с очень беспокойной такая. И она спросила мне, у Вас есть мобильный телефон? Вы можете позвонить на мой номер? Я понял, что она потеряла мобильный телефон. И я действительно набрал её номер, и там рядом был фруктовый сад, и под одним из деревьев засветился её мобильный телефон. И я помню вот это выражение её лица, когда вот, несмотря на то, что было темно, она засветилась от радости. Она как бы наполнилась вот особой благодарностью, особой вот этой красотой, которую, знаете, вот невозможно подделать. А что Вы увидели? Какая красота Божья? И вот, знаете, вот я понял… В чём суть этой красоты? Буквально отойдя, ну, несколько шагов, я вспомнил вот эту свою просьбу. Господи, покажи мне Твою красоту. Я понял, что красота для Бога — это вот это наше светящееся от радости сердце, да, светящееся лицо. И вот наполнено, вот особенно для Бога важна перемена наших чувств. Когда мы приходим к нему где-то, ну, где-то угнетённый, где-то уставший, но уходим от него, действительно ощущая, что он нас любит, что он отвечает на наши просьбы. И когда он через меня поддержал эту девушку таким простым действием, да, я понял, что вот дарить людям небольшую вот эту радость — это и есть красота Божья. И я считаю, что для меня точно так же важно, когда я прихожу к Богу, ощутить, что моё сердце, оно наполнилось этой радостью. Тогда я вижу красоту Бога и желаю вам тоже видеть это в своей жизни и помогаю другим. Спасибо большое, Константин. Действительно, нам очень приятно, что вы об этом рассказали. И мы желаем, чтобы ваше сердце также всегда было наполнено радостью. Что то, что вы имеете, сохранили на многие-намногие годы до самого пришествия Господа. Аминь. Ну что ж, друзья, замечательная история. Мы желаем, чтобы Бог говорил также с вами. Обращайтесь к Нему, Он слышит вас сегодня, и Он готов вам ответить. Оставайтесь с нами, мы вернёмся в эту студию через несколько минут. Дорогие друзья, это программа «Помолитесь за меня». И мы в прямом эфире молимся живому Господу. К нам дозвонилась Эльвира из Крыма, и мы желаем услышать её молитвенную просьбу. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. 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 Да, да, мы слушаем вас. Чтобы вы молились. Мы слушаем вас. Ну, я хотела бы, чтобы вы помолились за мою, за мою сестру, которая со своими сыновьями переехали в Киев. Мы выйду домой, сейчас решим, решим дома, дома решим сейчас. Тогда дослушаем. Я хочу, чтобы у них всё-всё там было хорошо, мы тоже за них молимся. Как зовут вашу сестру, чтобы мы могли за неё помолиться? Меня, мою сестру зовут Анифия. Анифия, Анифия. Анифия? Да, мы живём в Крыму. Мы живём в Крыму. Спасибо вам большое. У неё муж остался здесь, а они переехали на Украину в связи с событиями. Да. Спасибо вам большое. И, постойте, муж у неё умер. Ага. У него инфаркт сердца был. Мы его позавчера похоронили. Такая трагедия была просто. Мы вам соболезнуем. Спасибо вам большое, что вы к нам дозвонились. Обязательно мы помолимся, что Бог поддержал её. Сочувствуем вас, и пусть Господь и вас поддержит. У нас вот такая беда. Ты знаешь, разделённые какие-то судьбы получаются в связи с тем, что произошло. Мне кажется, на самом деле страшно, когда люди просто оставляют друг друга и разъезжаются. А когда ещё вот такая трагедия происходит, когда люди умирают и просто теряют родных, это действительно страшно. Мы говорили в прошлой программе о горе, которое с Богом намного проще пережить, чем без Бога. Поэтому давай будем молиться обязательно об этой семье. У меня есть ещё молитвенные просьбы. Это Галина просит помолиться о маме Ольге, у которой опоясывавший лишай, чтобы Господь поддержал и подарил исцеление. Ольга из Черкасской области просит молиться о себе проблемы с лимфоузлами, о Лидии из зоб, о муже Александре, чтобы обратился к Богу. И Диана из города Белград просит молиться о Татьяне, онкозаболевании, о сыне Константине, зависимости. Друзья, давайте обратимся к Господу. Небесный Господь, мы обращаемся к Тебе и просим, чтобы Ты услышал молитву детей Твоих. Мы просим об Анефее, которая потеряла свой дом, которая переехала в Киев, из Крыма. Мы просим Господь, чтобы Ты помог ей обустроиться, обустроить свою жизнь, благословил её сыновей. Ты видишь, что она потеряла не только дом, но и потеряла супруга. Мы просим, Боже, Ты помоги. Помоги пережить это горе, которое она испытывает. Поддержи, Господи, духовно и физически. Поддержи её, её родственников, поддержи, Господи. Мы умоляем и просим во имя Иисуса. Благослови каждого человека, которому мы сейчас молились. Поддержи, Господи. И пусть ей будет вечная хвала и слава. Аминь. Хотелось бы зачитать ещё несколько сообщений, которые мы получили в этот момент по скайпу. Иван из Одесской области просит молиться о церкви в его селе. Нина из Черкасской области просит молиться о здоровье Нелли и о всей своей семье. Яна из Закарпатской области просит молиться о своей маме, гипертония. Надежда из Киевской области просит молиться о сыне Викторе, проблемы с оплатой квартиры. Мария, Днепропетровская область просит молиться о семье внука Даниила. Вот такие сообщения мы получили сегодня. И мы искренне желаем, чтобы Господь благословил каждого из вас. Молитесь, пожалуйста, вместе с нами. Великий Бог, обращаемся к Тебе с особой благодарностью за то, что Ты слышишь нас. И с особыми просьбами в этот час. Ты видишь переживания зрителей наших. Ты видишь болезни, в которых они находятся. Сложные ситуации, когда нет средств заплатить за квартиру. Когда, возможно, нет работы. Когда нет добрых отношений с родными и близкими. Господи, когда есть горе утраты. Ты каждого благослови и поддержи своим отцовским благословением. Мы каждого вверяем в Твои руки во имя Христа. Аминь. Но уже через несколько секунд прочитаем вместе с вами обетование дня. Оставайтесь с нами. И так, дорогие друзья, откроем Библию, послание к филиппийцам, 4 глава, и прочитаем 19 стих. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусе. Друзья, у каждого из нас есть своя нужда. Но наш Бог настолько силен, настолько богат, что каждому даст то, что необходимо. Просите Его о помощи. Он вас слышит сегодня. Самое главное, Он ожидает от нас, чтобы мы Ему доверяли. Для Бога нет ничего невозможного. Доверьтесь Ему. Пусть вас Господь благословит. И помните, в 20 на 0, во вторник, мы ожидаем вас, чтобы вместе молиться живому Богу. До новой встречи. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»